добрый день любители радиоуправляемых моделей здравствуйте сегодня четверг а значит мы продолжаем собирать наш пилотажник su26 по бутылочной технологии но бутылочная технология у нас осталась уже в стороне мы уже работаем с вами с крылом в прошлом уроке алексей показал как сделать крыло из цельного пенопласта из куска ну а сегодня еще один урок интересный хотя мы его уже показывали но решили еще раз вспомнить как правильно оклеить пенопласт тканью и вот сегодня мы этим и займемся да алексей да сегодня занимаемся усилением основной части крыла то есть вот само крыло без элеронов его нам предстоит оклеить тканью и качестве материала будем использовать органзу ну а приклеивать ткань будем на акриловый лак элероны оставим на следующий урок потому что там нужно будет подготовить петли собрать элероны уже из другого материала из потолочки будем собирать сеткой серпянкой еще один нас был способ обтягивать капроновым чулком но мы его убрали потому что уходит много лака и шершавая поверхность получается органза просто идеально покрывается краской и смотрится красиво вот как раз этим сегодня и займемся начинаем давай приступим так с прошлого раза крыло было немножко подготовлено поверхность я вышкурил чтобы убрать заусенцы убрать какие-то неровности скажем где струна прошла волнами сейчас поверхность более-менее гладкая и ровная и для обтяжки нам ничего мешать не будет ну теперь что нам понадобится во первых собственно сама ткань мы будем применять органзу такая довольно тоненькая и гладкая синтетическая ткань и у нее есть еще одна особенность в одном направлении она складывается очень легко нитки используются более мягкие для одного направления а вот поперечном направлении она более упругая волокна более жесткие их достаточно сложно будет согнуть поэтому нужно смотреть в каком направлении эта ткань будет приклеиваться ну а первым делом поклеиваем торцы крыла и здесь лучше всего использовать не лак в качестве клея а наш старый знакомый титан отрезаем полоски вдоль более жестких волокон для работы нам также нужны будут хорошо заточенные ножницы в идеале конечно новые ножницы ткань тонкая на ней достаточно легко образуются затяжки поэтому работать стараемся аккуратнее вот эти две полосочки будем приклеивать на обычный клей ну а всю остальную поверхность чтобы очень много клея не тратить будем приклеивать на обычный криловый лак продается он в любых хозяйственных магазинах стоит относительно недорого конечно сила приклейки у него пока он не высох намного меньше чем у клея но тем не менее на относительно ровных поверхностях ткань держится неплохо после высыхания этот лак становится достаточно прочным и приклеивает ткань к поверхности более чем надежно ну и конечно нам понадобится кисточка для нанесения лака в моем случае кисть большая просто удобнее будет промазывать большие плоскости хотя можно обойтись и более мелкими художественными кисточками оклеиваем торцы крыла промазываем сам торец и немножечко наносим клея на само крыло так вот чтобы ткань можно было подвернуть клей лучше использовать жидкий чтобы его поменьше наносилось да и высыхает разбавленный клей все таки побыстрее клей можно немножко подсушить за это время промазать другой торец и вот теперь на подсушенный клей приклеиваем ткань вот так вот прихватываем так как жесткие волокна у нас идут вдоль длинной части крыла загибать ткань будет довольно просто ну излишки лучше сразу обрезать обрезаем вот так по контуру оставляем буквально 3-4 миллиметра только-только на подгиб больше не нужно для такой фигурной резки нам собственно и нужны очень острые ножницы точно так же приклеиваем ткань на вторую законцовку и вот сейчас подгибаем ткань на крыло если клей успел пересохнуть то можно ткань дополнительно пропитать снаружи довольно неплохо ткани обтягивает законцовки несмотря на то что они достаточно криволинейной формы получаются но это возможно только при относительно небольших таких выпусках подклейку нужно будет проконтролировать пока клей немножечко не схватится не подсохнет так теперь торцы у нас закрыты и можно оклеивать основную часть крыла выбираем в более ровную более красивую сторону которая у нас будет верхней которая будет больше видна на модели и начинаем оклеивать именно с этой верхней стороны так как с обратной стороны у нас будут формироваться нахлесты будет ткань подворачиваться где-то может быть подрезать придется и так расправляем ткань на поверхности на одной из консолей обтягивать будем двумя половинками так как крыло все-таки имеет небольшую стреловидность хотя если кто-то хочет можно вырезать цельный кусок ткани и приклеивать уже верхнюю поверхность оклеивать цельным листом без разрывов итак ткань разложили смотрим чтобы лежала она ровно небольшие морщины конечно разгладиться в процессе обтяжки ну чем ровнее ткани разложите тем больше шансов на успех а теперь берем кисточку и пропитываем ткань лаком от центра к краям растягивая при этом на саму ткань так как пенопласт здесь пористый лакую сильно жалеть не нужно пускай он как следует пропитает всю поверхность благодаря этому получается достаточно серьезная прочность при размокании ткань немножко начинает коробиться поэтому просто кисточкой растягиваем ее разглаживаем и проклеиваем так чтобы пустот не оставалось слишком большие морщины могут кисточкой не разгладиться поэтому где-то вполне возможно придется ткань просто поднимать и натягивать вручную но наша задача сейчас покрыть лаком всю поверхность и в том числе сделать переход к передней кромке кстати еще один момент о котором тоже нужно помнить это расположение волокон органзы более жесткие волокна располагаются вдоль размаха крыла естественно это нужно проверять еще перед тем как начнете наносить лак в процессе примерки по мере впитывания лака растягиваем все морщины убираем складки потом когда лак будет подсыхать он стянет ткань ткани разгладиться и получится очень ровная аккуратная поверхность главное неудобство в этой технологии в том что прежде чем продолжать отлеивать деталь прежде чем заворачивать ткань на обратную сторону нужно чтобы вот этот нанесенный лак у нас подсох конечно если есть время если есть скажем возможность на солнце положить детали лучше подождать дать детали время нормально высохнуть но так как у нас время ограничено сушить будем предвидительно вот этот тонкий пакетик от подложки у меня еще будет являться индикатором если он начинает сжиматься значит температура уже слишком высокая можно прощупать так поверхность детали она не должна быть липкой если лак все еще прилипает то сушим дальше кстати нужно понимать что поверхность высыхает все-таки гораздо быстрее при принудительной сушке под тканью лак остается все еще жидким и естественно ткань держит еще недостаточно надежно поэтому даже если показалось что вроде бы все уже просохло лучше не торопиться и посушить подольше так первый этап завершен ткань уже держится уже отлипать не будет и сейчас нам нужно сделать нахлёст и подвернуть ткань по задней кромке на обратную сторону для этих целей аккуратно прорезаем в нижних под элерона вот этот вот хвостик можно тоже подогнуть можно оставить так как есть но я все же подогнул хоть ткань здесь уже не очень ровная но приклеится и поверх нее с другой стороны ткань также и ляжет смотреться будет это все нормально по задней кромке ткань обрезаем с запасом 25 миллиметров примерно ткани должно быть достаточно на то чтобы закрыть торец задней кромки под элероны и должен быть достаточно большой нахлёст чтобы ткань держалась на нижней плоскости крыла прежде чем ткань будем заворачивать желательно поверхность промазать лаком сейчас ткань уже у нас частично лаком пропитана и далеко не везде она повторно будет нормально промачиваться поэтому лак вносим уже непосредственно на поверхность теперь аккуратно ткань заворачиваем и приклеиваем также в натяжку еще раз разглаживаем кисточкой уже убирая все морщины растягивая все складки пузыри вот подобные все нужно будет убрать если где-то нормально ткань не хочет ложиться лучше поднять еще раз прогладить обязательно разглаживаем ткань на торцах здесь пузырей тоже не должно быть они здесь очень любят образовываться бывают такие случаи когда вроде бы кромка ровная ткань но ни в какую не хочет нормально натягиваться тогда приходится в некоторых местах делать надрезы и подклеивать уже отдельно кусочками надо сказать что здесь это не критично но все же стараемся без больших повреждений ткань приклеить чтобы как можно прочнее у нас получилась защита поверхности крыла работать руками кстати с этим лаком также безопасно он не токсичный не ядовитый на водной основе руки не раздражает потом конечно какое-то время будет прилипать но также такие клейки титан довольно неплохо в подсушенном виде от рук оттирается поэтому если где необходимо руками под растянуть ткани ничего страшного в этом нет лучше всего конечно потом вымыть руки горячей водой с мылом и весь этот лак спокойно смоется сейчас загибаем ткань по передней кромке хвостик забыли промазать нахлёст тоже надо подклеить будет кстати если нахлёст маленький возможно что клеить лучше будет не на лак а на клей где нахлёст большой там ткань держится на лаке а где нахлёст маленький она держаться не хочет по крайней мере пока лак не подсохнет а подсыхает он все веки дольше вода не спирт испаряется не так быстро получше подсушил задняя кромочка приклеивается теперь заворачиваем ткань по передней кромке растягиваем и если лезут убираем и начинаем промазывать лаком от передней кромки к задней в таком вот направлении причем по всему размаху сперва пропитываем переднюю кромку и потом растягивая ткань в направлении к задней кромке промазываем всю остальную плоскость чтобы побыстрее можно было перейти к следующей стороне также просушиваю лак феном сейчас нужно чтобы лак просох и достаточно качественно уже и чтобы можно было ткань обрезать все ткань практически по всей поверхности просушена но в первую очередь нас интересует задняя кромка поэтому ее желательно сушить в первую очередь и более тщательно здесь еще не досохло сверху лак высох ткань все еще остается сырым кое-где ткань толком не держится но тем не менее острым ножичком обрезать удается обрезаем осторожно чтобы не сорвать ткань и не испортить всю обтяжку здесь кстати получается у нас довольно солидный нахлёст но обрезать ткани тут не буду так как в этом месте у нас будут будет делаться крепление крыла крыло на резинках так что вот эту заднюю кромочку тонкую нужно будет еще не раз усиливать ну вот одна консоль у нас готова обтянута конечно до конца еще не просохло кое-где остаются небольшие пузырьки при полном высыхании лака ткань еще растянется и думаю что проклеится все более чем качественно ткань на законцовках будем обрезать уже после полного высыхания сейчас пока они не мешают ну и посмотрим сейчас оставшимся кусочком нужно суметь обтянуть вторую консоль неровные кромки лучше обрезать нитки которые будут тянуться за кисточкой и будут коробить край ткани нам явно не нужны попробуем вот так вот ткани разложить думаю что завернется нормально должно хватить также проклеиваем верхнюю сторону от центра к краям придерживая ткань крыло здесь не очень большое так что хватает как видите даже относительно небольших кусочков ткани вообще конечно если закупаете ткань именно под эту модель ориентируйтесь лучше на цельный кусок хотя бы одна сторона будет при этом вас оклеена ровно без всяких стыков без нахлёстов это будет как минимум будет просто красиво смотреться кстати все стыки старайтесь делать по центроплану так как он будет прятаться под фюзеляж ну а консоли клеиваем как можно более цельными кусками ткани также обрезаем излишки бывают такие места где ткань отошла при просушке особенно при принудительной просушке здесь нужно будет добавить лака или можно клей залить лак наносить приходится уже ткань под саму так как снаружи он уже не пропитается после просушки этого участка как видите вроде бы покоробившаяся ткань снова разглаживается нормально растягивается на этот раз уже клея достаточно чтобы ткань держалась достаточно надежно и не отлипала также полностью проклеиваем заднюю кромку самая главная как следует ткани растянуть этот кусочек я все-таки подклею при помощи клея к тому же вот кое-где тоже ткань пошла отлипать эти участки тоже желательно проклеить дополнительно заворачиваем переднюю кромку где это необходимо под натягиваем и начинаем проклеивать при быстром высушивании кстати вода испаряется и могут возникать пузыри за этим смотрите пленка начинает коробиться значит надо ее фен поднять немножечко повыше уже возникает риск что могут быть где-то проплавление при нагреве ткань натягивается хорошо обжимает всю поверхность детали и даже вроде бы довольно большие морщины они неплохо разглаживаются конечно нужно подождать пока окончательно лак просохнет пока не испарится из него вся влага но уже довольно неплохо крыло обтянуто кое-где конечно такие вот морщинки имеются вот если сейчас эту законцовку погреть даже здесь такие вроде бы крупные морщины они разгладятся и вот всего то надо было испарить чуть-чуть влаги ну и сейчас остается проклеить центроплан здесь уже вымеряем необходимую ширину куска ткани и нужно аккуратно обрезать края самое главное убрать всю эту бахрому вот отрезали ровный кусочек аккуратно его раскладываем на центроплане и остается немного остается его пропитать лаком промазали ткань насколько это возможно натянули и также высушиваем заднюю кромку также прихватим на клей теперь подворачиваем оставшийся участок ткани и проклеиваем его как и все остальное и также подсушиваем лак достаточно подсох чтобы можно было подровнять заднюю кромку конечно полностью лак еще не высох и нужно его просушивать обязательно нужно просушивать прежде чем продолжать что-то с моделью делать также вполне возможно придется после просушки первого слоя еще раз покрыть всю поверхность акриловым же лаком впрочем второй слой лака понадобится только в том случае если вы будете красить модель не акриловой краской а скажем алкидной просто чтобы дополнительно защитить саму пену от попадания на нее растворителя делается более толстый слой именно акрилового лака чтобы не было никаких пустот не было отверстий через которые растворитель может попасть и тогда можно в принципе покрасить такое крыло например из баллончика но в этом случае лучше распылять с большого расстояния чтобы растворитель по большей части успевал испаряться пока краска не долетит до деталей ну и алкидные эмали они в этом плане несколько более безопасные у них не такой едкий растворитель не как ацетон в нитрокрасках и шансов что деталь будет испорчена все-таки поменьше но мы будем красить обычными акриловыми красками они для пенопласта безопасны так что можно будет вторым слоем лака поверхность уже не покрывать сейчас это крыло нужно будет оставить до полной просушки как видите до сих пор кое-где сколько не грел эту законцовку все равно из пенопласта и самого влага еще выходит и поверхность она вот так вот коробится начинает лак под тканью еще не высох он жидкий и ткань отлипает когда полностью все просохнет такого уже не будет ткань растягивается плотно прилегает к поверхности пенопласта и деталь смотрится гораздо более аккуратно и опрятно чем вот на этой стадии но конечно контролировать высыхание контролировать то что пузыри где остаются это все-таки нужно так что у этой технологии есть конечно свои плюсы в частности довольно жесткая получается конструкция ткань это не скотч который в одном месте проколол и он легко с этой точки начинает рваться но тем не менее сама обтяжка она на мой взгляд даже более сложная получается нужно просушивать нужно смотреть что вот эти пузыри все разглаживались нужно контролировать все все этапы работы где-то надо клеем где-то можно подмазать лаком так что плюсы и минусы у каждой технологии свои есть но самый большой плюс все-таки обтяжки тканью это прочность прочность конструкции прочность самой детали жесткость она дает очень даже хорошую в числе накручение так что в некоторых случаях такой вариант обтяжки он вполне имеет право на жизнь и может применяться на наших моделях вес кстати набирается не так уж и большой но друзья мы еще раз с вами вспомнили как работать с тканью как обтягивать пенопласт материалом работа несложная но нужно знать тонкости работы с органзой как его правильно наклеить как ее приклеить тех местах где она плохо прилегается после клея ну и особенности работы они все равно с каждым материалом есть сегодня как раз Алексей все рассказал и показал конкретно по комбинации органза и аквалак вот такие особенности работы с ней есть если будете использовать вместо органзы например тонкую стеклоткань будет немножко по-другому она прилегать если вместо лака будете использовать например эпоксидку тоже немножко будут другие особенности работы они в любом случае есть но сама процедура она достаточно похожая на этом мы с вами урок заканчиваем оставляем деталь на просушку в следующий раз мы с вами будем делать уже эрероны и навешивать их на петли тоже будет отдельный урок выделен для этого самолет будет краситься оболончиком тут в принципе сложного ничего нет единственное только надо будет зашкурить сам фюзеля чтобы краска прилипла к нему ну а покраска акриловыми красками у нас есть отдельные уроки тоже может зайти в энциклопедию моделиста посмотреть и все там подробно уже было расписано так что этот этап работ мы с вами показывать не будем мы его сделаем вне урока сборка модели и электроника конечно же будет установка электроники конечно же будет на нашем канале ну и самый последний этап это полет это тоже мы покажем чего ждем конечно больше всего это мы тоже покажем дождемся погоды модели у нас много которые нужно облетать обязательно все соберем вместе выйдем ну и ждем конец июня когда наладится погода установится будет тепло и поднимаем в небо вместе с вами наш большой а2 который так долго долго собираем на этом урок заканчиваем ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях свои вопросы на форуме также есть тема политушки покатушки в нашем городе заходите регистрируйтесь выбирайте свой город ищите единомышленников с кем бы вы смогли провести выходные со своим любимым хобби ну и конечно же присылайте свои видео к нам в группу вконтакте мы ждем и каждый раз их выкладываем на главную страницу нашего нашей группы можете зайти просмотреть ну и ждем вас на нашем канале на следующих уроках будьте с нами смотри на нас друзья пока до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому